Добрый день, уважаемые зрители! Мы продолжаем с вами курс по стратегическому менеджменту. Сегодня у нас вторая лекция. Мы начинаем сейчас больше говорить о практике уже, как я и обещал. Максимум теории был в первой лекции. Мы говорим о том, как же запустить процесс-то? Как всех заставить это делать? Ну, ряд добрых советов. Первое. Все зависит от вашей позиции. Если вы не топ-менеджер, запустить процесс вы точно не сможете. Ну, кроме того, если вы являетесь внешним консультантом. Обычно, как я. Если вы топ-менеджер, ну, допустим, вы главный айтишник. Мы сейчас говорим даже о небольших компаниях. Топ-менеджер – это руководитель какой-то функции. Главный айтишник. Главный финансист. Коммерческий там. Главный коммерсант. Как же вам спустить процесс? Прежде всего, нужно договориться с собственником. И объяснить ему то, что я рассказывал. Что компанию шарашит в разные стороны. И каждое вот такое вот шарахание. Простите, другое слово сложно применить к российским обстоятельствам. Каждое такое шарахание. Не отклонение. Потому что мы еще не знаем, к чему отклоняемся. Обходится самому собственнику достаточно дорого. То есть, соответственно, мы начинаем открывать бизнес там по обработке картофельных очисток. На полдороге закрываем. Еще что-то. Там покупаем мебельный салон. Он у нас работает 4 месяца. Мы его начинаем перепрофилировать в ювелирный магазин. Параллельно обычной такой компании есть какой-то основной бизнес. Который, в общем-то, все это безумие оплачивает. Это стадия чаще всего юности. На самом деле. Да, уже детство к юности. Где-то вот здесь. На самом деле, четких каких-то градаций не так много. Но, когда собственник начинает. Либо на текущем бизнесе устраивать. Вот эти вот эксперименты. Либо не собственник, а кто-то еще из топ-менеджеров. Если владелец позволяет это. Пришло время стратегии. Готовьте документы о потере. И, собственно, начинайте процесс. Обычно убедить получается. Если не получается, то либо вы не очень сильны в искусстве убеждать. Либо пока у вас потери не столь велики. Попробуйте чуть позже еще. Раз. Ну, и позвоните мне. Итак. Что мы делаем для запуска процесса? Прежде всего, определяем ключевых его участников. Кто является тем самим топ-менеджерами. Кто у нас там один-два каких-то собственника. Затем нам нужно с вами провести стратегическую сессию. Слово, вернее, слово-сочетание уже просто затерли. Бизнес-консультанты. На самом деле ничего невероятного здесь нет. Если почитать, послушать бизнес-консультантов, это что-то вроде сеанса спиритизма. Надо призывать духи древних. Генри Форда, древних, великих коммерсантов, чтобы они нам подсказывали. Но это, в общем-то, не так. Стратегическая сессия представляет собой самое простое. Определение горизонта. Как я рассказывал на прошлой лекции. Определение, чего мы хотим конкретно достичь. С помощью системы сбалансированных показателей. Но мы с вами конкретно эти показатели обсудим чуть позже. Можно сказать, определение математики. Горизонта, математики. Дальше нам надо создать некую цепочку целей, которая называется деревом целей. С чего мы хотим, как мы это хотим, что мы будем делать, как мы будем достигать. Ну и, конечно, в завершении нужно это все оцифровать и привязать к мотивации сотрудников. Соответственно, если вы внимательно смотрели остальные видео, то догадались, к чему я веду. А к тому, что оживлением стратегии занимается служба ИЧАР. Потому что разработка ключевых показателей эффективности сбора информации и их анализ. И, соответственно, развитие сотрудников под поставленную стратегию. Это зона активности ИЧАР в службе. Ну ладно, у нас вопрос именно о запуске. Собрали вы менеджеров, владельца. Берете доску. Не надо опять никаких невероятных инструментов. Просто берете доску и начинаете задавать вопросы. Что является целью нашей компании? Вам говорят, зарабатывать миллиард. Хорошо. Не надо здесь ни с кем спорить и пытаться объяснить, что не совсем корректная цель. Пускай будет заработать миллиард. Дальше. Рисуйте кружочек. Нарисовали. Ниже рисуйте. Еще два кружочка. Или пока один. А как мы будем зарабатывать этот миллиард? То есть вы должны выступать модератором на этой сессии. К сожалению, я наблюдал стратегические сессии, на которых приглашенные внешние консультанты пытаются выступать в некой эмуляции и владельце. Это не так. Вы должны постоянно подключать его к обсуждению, чтобы он и менеджеры начинали задумываться. В большинстве случаев у вас получится некая схема, которую вы потом облечете в документы. Он опять же будет работать подставкой для кофе. Как заработать миллиард? Ну, мы начинаем думать. Ничего сложного. Пока нарисовано на доске всего один кружочек. Я вот даже здесь в курсе это не рисую. Может быть, в следующей лекции нарисую. Не знаю, неужели это настолько непонятно. Кружочек. Вот вы обращаетесь к тому, что сказал миллиард. Хорошо. А как мы будем срабатывать? То есть у нас сколько сейчас там? Ну, допустим, у нас условно там сейчас 300 миллионов. Так. Что мы можем сделать? Вы должны активно вовлечь их в беседу. Да, и добиться того, что кто-нибудь сказал. Например, запустить новые продукты. Хорошо. Отлично. Вот кружочка стрелочка. Запустить новые продукты. Получается, что запуск новых продуктов поддерживает заработать миллиард. Вот. А что нам нужно для запуска новых продуктов? И почему запуск новых продуктов может нам привлечь такое большое количество денег? Ну, начинаем опять же обсуждать. Да. Старые продукты у нас, допустим, обладают низкой маршинальностью. Я хочу обратить ваше внимание еще раз. Говорить о стратегическом менеджменте, когда у вас неизвестны остатки на складе, когда вы не знаете свой финансовый результат, ну, рано. Не надо думать, что вот стратегия, это вот прям сейчас мы сели и начали что-то делать. Или стратегия, это вот эти 40 миллионов стратегий, как-то там, стратегических всяких шаблонов, о которых рассказывают бизнес-консультанты. Я не буду вам забивать ими голову, потому что толку мало от этих шаблонов. В реальности, да? В небольших таких компаниях. То есть, к началу стратегического менеджмента у вас что должно быть? Еще раз возвращаемся, да? Занудно, но что делать? У вас есть понимание финансового контура вашей компании, полного. Вот, например, внедренная 1S ERP, то есть вы видите финрезультат, себестоимость, денежный поток и так далее. У вас есть, хорошо бы еще бюджетирование, но без него можно прожить. У вас есть HR-служба и у вас есть финансовый топ-менеджмент. HR-служба полноценная, которая поставила подбор и адаптацию, оценку и обучение, мотивацию. Соответственно, мы готовы к внедрению стратегии. Наверное, очевидный факт, но я должен его проговорить. Итак, возвращаемся. Новые продукты. Старые у нас низкомаржинальные, новые будут высокомаржинальные. Хорошо нарисовали кружочек, запуск инновационных высокомаржинальных продуктов. Причем в каком-то большом объеме, наверное. Потому что если мы будем продавать 3-5 этих продуктов, все равно много-много денег мы не заработаем. 3-5 штук, не знаю. В сравнении с тем, что сотни тысяч тонн, которые мы продаем низкомаржинально. И дальше мы начинаем опять же задаваться вопросом. То есть опять у нас это дерево. Дерево вверху узкое, вниз разрастается. От кружочка запуск высокомаржинальных продуктов в большом объеме у нас расходятся еще кружочки. Во-первых, организация новых производственных линий. Во-вторых, развитие службы маркетинга. Привлечение дополнительного инвестирования. Третий кружочек. И от кружочка, где привлечение дополнительного инвестирования. Допустим, у нас выпуск облигаций на бирже. Потому что банки под сумасшедшие проценты это дают. А на бирже вдвое ниже взять под процент. Или проведение IPO. Здесь же кружочек. Запуск новых линий. Запуск новых линий, допустим, распадается еще на несколько целей. Приобретение, соответственно, новых производственных площадей, обучения сотрудников. Ну, в общем, вы поняли. Чем ниже, чем более детализируются задачи, тем более они разрастаются. То есть, задачи на более высоком уровне это один кружочек. Ниже это два-три кружочка. Ниже еще два-три. Важно помнить принцип. Я крайне не рекомендую детализировать кружочек вышестоящего уровня вниз более чем на 7 кружочков. Очень сложно уследить. Мы сейчас не говорим даже про систему сбалансированных показателей. Возможно, вы еще к ней не готовы. Просто дерево цели. Вы это нарисовали. И рядом с каждым... Я вообще предпочитаю 3-5. То есть, кружочек верхнего уровня распадается внизу на 3-5. Лучше всего 3 кружочка. Лучше сделать дополнительный уровень. Не слишком широкий уровень, а глубже опуститься. Но в завершении мы, конечно же, у каждого кружочка ставим примерную дату. Обратите внимание, не надо устраивать травлю топ-менеджмента. Поэтому примерная дата ставится в рамках квартала. Ну, максимум месяц. Никаких там 17 октября. Лучше квартала. Ну и, конечно, кто? То есть, кружочек в нем, квартал и человек. Ну и, собственно, порядок работ становится понятным. Что вот это можно параллельно делать. А вот это, ну как бы, покупка линий. Пока не подготовлена производственная площадка. Не имеет смысла подготовка производственной площадки. Невозможно, пока они будут привлечены денежные средства. То есть, это все видно из дерева целей. Ну и заодно вы можете проверить свое дерево целей на ошибки. Если это не видно, хотя логика подсказывает, что денег нет. Компаний лишних, да, дополнительных таких для такого проекта. А вам непонятно этой схеме, то, наверное, проблема в схеме. Соответственно, все это следует превратить в задачу в вашей системе автоматизации менеджмента. И начинать работу. Это самый простой вариант. Более сложный вариант это оцифровка, привязка к KPI. Ну, здесь тоже можно, на самом деле, привязаться к KPI. Например, если все-таки цель верхнего уровня миллиард будет реализована, то, собственно, 10% от этой суммы будет разделено между топ-менеджерами в равной пропорции. То есть, огромные деньги, гигантские деньги. Ну, собственно, ошибка является ставить, в моем понимании, ошибка является ставить премиальную часть за реализацию отдельной задачи. Просто, на первый взгляд, это не ошибка. На второй взгляд, вы как владелец, да, как консультант, помогающий владельцам, должны понять простую вещь. Вы ставите премиальную часть финансовому директору, он привлек вам, допустим, с помощью долговых инструментов на бирже, деньги. Никто не даст вам гарантию, что ваш директор там цепи поставок сможет их правильно трансформировать в производство. Вы уже должны заплатить премию финансовому директору, если у вас стоит мотивационная часть по его задаче. А еще не факт, что вся вот эта цепочка реализуется. Не очень приятно звучит, но иначе можно получить ситуацию, когда вы, кроме того, что должны платить по облигационному займу, так еще должны платить кучу премий. Тут уж думайте сами. Спасибо за внимание. До свидания.